я продолжаю видеокурс по dv page builder кто не видел мои предыдущие уроки по этому конструктору я с самого нуля рассказываю о замечательном конструкторе dv page builder на wordpress меня зовут федор васильев в этом видео информация о сайт баре это у нас как правило правая колонка где у нас размещаются разные элементы сайта вот сейчас на моем демо примере и как реализовать сайт бар в dv page builder и рассмотрим несколько виджетов то есть в нашем сайте примеры которым мы с вами рассматриваем на протяжении всего курса здесь пока у нас нет сайт бары нет виджетов как это реализовать так как у нас кастомный произвольный дизайн блога и отдельных записей значит нам нужно зайти именно в наш шаблонизатор так скажем да то есть переходим в админку переходим dv page builder тем builder то есть сначала мы добавляем виджеты на страницу блога потом нужно то же самое сделать в отдельных записях то есть вот здесь у меня все рубрики страницы здесь я перехожу вот сюда вот в карандашик перехожу в этот шаблон который я создавал для блога видим у нас здесь есть колонка и просто добавляем специальный плагин в наборе dv page builder есть такой я нажимаю по плюсику и нахожу здесь видите вот он сайт бар когда я сюда кликаю здесь отображаются все виджеты которые изначально установлены у нас мы их конечно отключим или отключим те которые нам здесь не нужны здесь я закрываю сохранить и выйти и нам нужно не забыть разместить виджеты и в записях так как сейчас у нас если мы здесь сохранимся обновлю страницу блога здесь виджеты у нас уже выводится если зайду в статью здесь их еще нет поэтому я захожу вот сюда и проделают тоже самую операцию добавляю сайт бар здесь тоже имеются свои настройки по сути здесь только дизайн здесь я уже подробно не останавливаюсь если вы смотрели все мои предыдущие уроки вы разберете сами здесь ничего абсолютно сложного нет по всем моим предыдущим урокам я думаю здесь уже будет понятно настройка дизайна поэтому я здесь подробно уже не останавливаюсь я здесь просто сохраняюсь и рассмотрим сами виджеты как их убрать и какие есть виджеты которые идут вместе с 9 надо их обязательно вам показать здесь не забываем нажать сохранить и обновить страницу записи посмотреть то что здесь у нас все выводится сейчас я отключу практически все отсюда не нужны абсолютно виджеты например поиск тут никак не нужен нас встроенный поиск здесь если конечно мы хотим использовать именно в деве поиск работает он аналогичным образом что и вот этот поиск все виджет у нас находится внешний вид здесь виджеты переходим сюда в этой части вы можете видеть все виджеты если вы раньше пользовались wordpress здесь вам будет более чем знакомо в этой части сайт бар это все то что у нас сейчас выводится здесь то есть вот последний видит это мета а верхний поиск вот смотрите видите поиска вот он мета по стрелочке разворачивается есть настроек тут нет можно только заголовок прописать здесь я не буду подробно останавливаться на стандартных виджетов wordpress просто удалю ненужные то есть вот так вот удаляются они и оставлю наверное я здесь только архивы или рубрики остальное я все удаляю здесь это в принципе здесь не нужно давайте оставим только рубрики вот так вот это все удаляется после удаления здесь ничего сохранять не нужно вы просто можете посмотреть обновить страницу это применяется везде как и на блоге так и внутри в записи то есть у нас остался только один виджет этот виджет родной виджет самого wordpress то есть он не метод отношений никакого именно где вы несколько слов скажу о вот этих вот виджет их это у нас зона footer footer это нижняя часть сайта подвал дело в том что когда вы делаете произвольный подвал вот как я сделал кастомный свой и разместите здесь какие-то виджеты вы их не увидите эти виджеты будут видны и работать только со стандартным подвалом самого шаблона деви то есть тема деви и по сути нам это и не нужно потому что у нас кастомный подвал мы можем сюда в принципе разместить все что нам угодно то есть это будет актуально только для футера который стандартный идет в теме деви и как виджеты суда разместить да просто левой мышкой отсюда из наших списков то что нам интересует заинтересовавший нас виджет например видео просто я зацепляю левой кнопкой мыши и могу вот так вот переносить все он разместился он footer один но мы его не увидим как я уже сказал да это видео например хотите разместить видео где-то в какой-то части вашего сайта footer и например я удаляю его отсюда то есть я просто показывал абсолютно новичкам кто не знает как работать с виджетами и здесь есть вот внизу такая интересная возможность создавать позиции для виджетов раньше такого я нигде не видел wordpress это что-то новое здесь есть подсказка простая что типа название виджета не должно содержать название такого название типа слайдер иначе будет конфликт то есть это просто название виджета английскими буквами я написал тест нажимаете создать и после этого обновляется страницу здесь вот здесь появляется новый виджет эта позиция для виджета то есть сюда тоже можно просто вот так перетащить виджет то есть мы можем неограниченное количество добавлять разных виджетов если это потребуется но как правило виджеты обычно только в сайт баре вот здесь wordpress отображаются именно справа да вот если вдруг по каким причинам потом созданный вами виджет вам больше не нужен есть кнопка такая жирная и прям видно удалить вместе с виджетом удаляется вы можете видеть у меня здесь вот рубрики архивы на моем сайте который я уже делал который я на котором я экспериментировал здесь некоторые виджеты мы будем также рассматривать это на самом деле плагины уже вставлены виджет от 9 тоже вот видите видео плеер это будет все следующих видео здесь смотрите несколько виджетов вот эти виджеты это все то что вместе с деви установилась то есть вот это от сенс виджет его не было в составе wordpress я его не буду объяснять лишь скажу что это adsense реклама google то есть девиза точен под рекламу google имеется ввиду вы можете этот виджет перенести на сайт и разместить там код от google adsense это реклама например если хотите получать деньги за клик но это должна быть большая аудиторию сайта несколько тысяч уникальных посетителей в сутки чтобы хоть какие-то деньги получить с этого adsense просто вам вот так вот вкратце я объяснил что такое adsense чтобы вы понимали и реклама вот этот виджет это тоже идет вместе с деви а возможно я рассмотрю его чуть позже в других уроках именно как им пользоваться и что это за реклама и когда вы кликайте по нему видите вы просто можете сразу определить в какую зону виджета вам поместить то есть если просто в сайт бар уже галочка стоит нажимаем добавить все он здесь помече помечается то есть не обязательно мышка перетаскивать как я показал в самом начале несколько слов о самом виджете вы видите много строк на самом деле здесь все просто первое баннер изображения здесь нужно ссылку указать на изображение дальше баннер это url то есть ссылка который будет привязана эту картинку здесь идет баннер заголовок ведь везде здесь единичка это все относится к одной картинке то есть баннер это какая-то реклама если вам нужно разместить на сайте какая-то фото картинка с ссылкой куда-то баннер описание картинки есть и когда уже у нас идет баннер 2 это уже идет информация для второго баннера есть возможность здесь прицепить до 8 баннеров ну давайте на примере одного виджета покажу отсюда прямо как вывести на сайт например видео добавляю в сайт бар нажимаю добавить видео можете видео загрузить прямо на сайт wordpress или же вставить с сайта например с ютюба я беру ссылку на свой ролик вставляю его здесь добавить здесь нажимаем сохранить готово на сайте это конечно смотрится мелко просто потому что сайт бар достаточно здесь узкий надо поиграться с отступами или возможно сделать колонку по уже контента а сайбар а сайт бар пошире я думаю вы справитесь и сможете это сделать с отступами уж точно поработаете а так видео работает она воспроизводится делается на весь экран то есть вот так вот работает принцип виджетов если вас плагин деви page builder заинтересовал приобрести вы его сможете по ссылке в описании к этому видео покупая деви таким образом вы поддерживаете меня на этом видео заканчиваю и увидимся с вами в следующем